Здравствуйте, меня зовут Самоцкий Иван, я врач-травматолог-ортопед. Вы на канале МедИнфо. Сегодня я вам расскажу, что такое болезнь Кёнига, зачем нужно знать причины появления заболевания. Обсудим важность буроанамнеза для выявления болезни на ранних стадиях. Как правильно установить диагноз. Я расскажу специфику диагностики и как не спутать боль в суставе с часто встречающимися заболеваниями. Какие виды лечения мы знаем на данный момент. Проговорим все возможные варианты лечения в зависимости от стадии болезни. Давайте же разберемся с этими методами доказательной медицины. Но перед тем, как мы начнем, подпишитесь на канал, ведь дальше будет еще больше интересных видео. Рассекающий остеохондрит, также болезнь Кёнига, представляет собой локальный процесс отмирания кости под областью хряща с последующим отделением фрагмента пораженной ткани в полость сустава на последних стадиях заболевания. Хрящ, обладающий гладкой и скользкой структурой, обеспечивает плавное скольжение костей в суставах при движении. При поражении кости, расположенной под хрящом, происходит постепенное отделение этого сегмента и во многих случаях это происходит в наиболее нагружаемых зонах сустава, что ведет к нарушению подвижности и потере опороспособности. Хрящевая ткань, которая покрывает кость в месте отмирания, практически не поддается восстановлению. В 75% случаев болезнь развивается на мышцах бедренной кости в коленном суставе, реже затрагиваются поверхности других суставов. Патология может возникнуть практически в любом суставе организма. Это состояние в основном возникает у молодых людей в возрасте от 10 до 20 лет, но не исключено проявление и в более зрелом возрасте. Распространенность заболевания составляет примерно от 15 до 29 случаев на 100 тысяч населения, что составляет около 0,022% и является редкой, но все же встречающейся на практике каждого врача патологией. Исходя из статистики, на каждые 5 случаев заболевания у мужчин приходится 3 случая заболевания у женщин. С каждым годом количество случаев увеличивается, что делает это состояние чрезвычайно опасным и часто приводит к необходимости эндопротезирования, замены сустава на искусственный, но об этом немного позже. Первая документация о рассекающем остеохондрите относится к 1558 году, когда Амбруас Паре, французский отец хирургии, впервые описал рыхлые тела, извлеченные из полости сустава в ходе хирургического вмешательства. В 1887 году это состояние было названо в честь немецкого хирурга Франца Кёнига, который назвал его воспалением границ между костью и хрящом. Большинство исследователей утверждают, что основной причиной данного заболевания является травматизация хрящевой поверхности. Фактически, большинство пациентов заявляют, что симптомы начались после травмы или избыточной физической нагрузки. Это особенно часто происходит у подростков с высокой физической активностью, когда формирование костной мышечной системы еще не завершено. Развитие этой патологии занимает продолжительное время, и поэтому пациенты часто вспоминают старые травмы или нагрузки. Биомеханические изменения представляют собой одну из наиболее распространенных теорий. К ним относят отпланение оси нижней конечности, нестабильность коленного сустава, анатомические особенности колена, а также дискоидный мениск – врожденная аномалия, при которой мениск формируется в виде диска, а не полумесяца. При таких изменениях нагрузка на суставные поверхности нарушается, что приводит к образованию зоны с избыточной нагрузкой, опасной для питания кости под хрящом. На данный момент нельзя утверждать с уверенностью точную причину рассекающего остеохондрит, но можно сказать, что ключевым моментом является нарушение кровоснабжения кости в области максимальной нагрузки. Болезнь кёнига чаще диагностируется у юных спортсменов, особенно тех, кто подвергается избыточной и постоянной осевой нагрузке на суставную поверхность, при беге и прыжках, как-то часто бывает в баскетболе, бейсболе или беге с препятствиями. Когда болезнь обнаруживается на последних стадиях, спортивная карьера, к сожалению, часто прерывается. Генетическая предрасположенность также играет роль в развитии этого заболевания. Определена мутация, вызывающая изменения в белке коллагене, что приводит к остеохондритам. Ученые отмечают, что эти мутации могут передаваться по наследству. Напишите в комментариях, сталкиваясь ли вы или ваши родные с болезнью кёнига? Поделитесь опытом борьбы с этим заболеванием. Некоторые исследователи связывают патологию с эндокринными нарушениями, такими как изменение уровня глюкокортикостероидов и гормона роста человека. Дефициты витамина D также рассматриваются как возможная причина, поскольку исследования показали явный дефицит или недостаточность витамина D3 у большинства пациентов, страдающих болезнью кёнига. Учитывая, что на развитие этой патологии влияет осевая нагрузка, то можно сделать вывод, что избыточная масса тела является еще одним фактором риска. Разумеется, комбинация этих факторов увеличивает риск заболеваемости. Эта болезнь подразделяется на 4 стадии, и эта классификация важна для выбора стратегии лечения и прогнозирования качества жизни. На первой стадии происходит формирование очага некроза кости. Кость начинает отмирать, однако суставной хрящ остается неповрежденным, и этот процесс может протекать бессимптомно. Обычно первая стадия характеризуется быстрым прогрессированием в течение нескольких недель. На второй стадии к некрозу кости присоединяется повреждение суставного хряща, что, как правило, сопровождается появлением симптомов, и длиться она может несколько месяцев. Третья стадия характеризуется частичным отрывом костно-хрящевого фрагмента, который становится нестабильным. Наконец, на четвертой стадии этот фрагмент полностью отрывается и начинает перемещаться в суставе, заклинивая суставные поверхности, что приводит к ограничению подвижности. Попадая на здоровые хрящевые ткани, этот фрагмент начинает их повреждать, что в конечном итоге приводит к необратимым последствиям. Чтобы своевременно выявить это заболевание, необходимо проявить максимальную внимательность. Как правило, на ранних стадиях оно может протекать бессимптомно. Усложняет диагностика также то, что болезнь Кёнига часто можно спутать с другими состояниями и травмами, которые встречаются намного чаще. Очень важно внимательно и детально изучить анамнез пациента, выяснить, есть ли факторы риска, о которых я рассказал. Если есть хоть малейшее подозрение на проявление этого заболевания, необходимо обратиться для диагностики к врачу-травматологу-ортопеду. Пример пациента, у которого можно заподозрить рассекающий остеохондрит. Это активный спортивный юноша 17 лет. Месяц назад на тренировке в баскетболу произошла травма колена, как обычно у спортсменов. Он не уделил этому должного внимания и продолжил тренировки. После травмы боли в коленном суставе беспокоили периодически и не мешали, но спустя время начали беспокоить все чаще. При осмотре выявлена незначительная вальгустная деформация нижних конечностей. Это состояние, при котором колени направлены внутрь, что также называется х-образными ногами. Походка также имеет диагностическое значение. Человек старается разгрузить больную ногу, перемещая свой вес внутрь или наружу, в зависимости от пораженного мышелка. Изучая анализы пациента, врач обнаружил понижение уровня витамина D. Наличие у его бабушки в детстве серьезных проблем в суставе дополнительно подталкивает врача у мысли о редкой болезни. Болезнь тюнига развивается постепенно. Сначала появляются незначительные периодические боли при нагрузке. Затем для того, чтобы их спровоцировать, необходимо все меньше усилий. После чего появляется странный хруст именуемой крепитацией. И, наконец, можно наблюдать ограничение движений или блок сустава, когда сустав заклинивает и он перестает двигаться. При таких случаях может развиться синавит, воспаление синальной оболочки, которое выстилает сустав изнутри и служит для выработки синальной жидкости, которая смазывает сустав и способствует свободному скольжению хряща. Синавит – это как раз избыточное количество этой жидкости в суставе. Чтобы провести полную диагностику, необходимо также выполнить тесты на определение повреждений других структур коленного сустава, о чем я расскажу в других видео. К инструментальным методам диагностики рассекающего остеохондрита относятся МРТ, КТ и рентгенография. Обычно для диагностики врачи выбирают магнитно-резонансную томографию, которая позволяет определить заболевание даже на первой стадии. Однако это дорогостоящее исследование, поэтому часто предпочитается рентгенография. Этот метод предпочтительен для взрослых, которые обращают внимание на боль слишком поздно. Рентгенография позволяет определить заболевание на поздних стадиях с уже образовавшимся фрагментом и часто отделившимся в сустав. Компьютерная томография используется для оценки размера и точной локализации повреждения и определения объема предстоящей операции. Лечение следует начинать незамедлительно после диагностики заболевания. Родителям детей, находящихся в группе риска, рекомендуется уделять особое внимание выявлению травм, поскольку дети и подростки редко делятся с родителями информацией о своих травмах, особенно в сфере спорта. У взрослых процесс лечения обычно более сложен, из-за наличия боли в суставе по разным причинам, которые накапливаются с течением времени, что спутывает клиническую картину. Также стоит отметить, что у взрослых замедлены процессы регенерации по сравнению с детьми. Лечение у молодых людей, как правило, имеет более благоприятный прогноз. Заболевание, выявленное на первой или второй стадии, обычно поддается консервативной терапии, включая полную разгрузку сустава на срок, зависящий от динамики восстановления. Иногда рекомендуется использовать кастериль для максимальной разгрузки конечностей и ускорения выздоровления, но обычно хватает рекомендаций по исключению спортивной избыточной активности. В случае отсутствия отделения клеща существует шанс благоприятного исхода консервативного лечения. С возрастом вероятность успешного лечения без операции снижается. Консервативное лечение, как оценивают специалисты, приносит положительные результаты лишь в половине случаев. Поэтому врачи, особенно учитывая возраст пациента, могут предложить операцию уже на второй стадии для предотвращения дальнейшего прогрессирования заболевания. Для стабильных и небольших поражений кости часто используют метод перфорации или сверления, при котором проводятся отверстия в пораженном участке для стимуляции регенерации. Хирург аккуратно просверливает несколько отверстий в пораженной кости. Считается, что это стимулирует заживление за счет улучшения притока всех необходимых веществ для питания кости. Для этого метода обычно используют артероскопию. Эта операция проводима с помощью камеры в суставе и она делается через несколько маленьких разрезов, в которые погружается инструмент. В случае нестабильности или отсутствия кусочка кости с хрящом, применяется метод мозаичной хондропластики, при котором дефект замещается трансплантатом, обычно взятым из менее нагружаемой части того же сустава, как мозаика. Этот метод считается предпочтительным на последних стадиях и дает больше шансов на выздоровление. Систетические трансплантаты или трансплантаты от животных используются реже и требуют дальнейших наблюдений и изучения. Команда ученых и врачей пытались вырастить в лабораторных условиях хондроциты. Клетки хряща взяты у тех же пациентов и пересадить их в область дефекта. Но пока это не дало стабильных положительных результатов, в течение 15-летнего наблюдения в 59% случаев потребовалась повторная операция из-за деформации пересаженных тканей. В самых сложных случаях, когда размер дефекта не дает возможности для пересадки или сверления, прибегают к самому радикальному методу – к эндопротезированию. Сустав можно заменить на искусственный частично или полностью. В практике при больших дефектах кости нередко случаются переломы мышленков из-за снижения плотности костной структуры. Физическая терапия и пассивная разработка рекомендуется в качестве профилактики и реабилитации после операции. Эти методы особенно эффективны при небольших поражениях – менее 3 мм, способствуя ускоренному заживлению и улучшению клинических результатов. Давайте подведем итог. В этом видео вы начали больше разбираться в этих вопросах и сможете вовремя среагировать на возможные признаки рассекающего остеохондрита, ведь это может сыграть ключевую роль для вашего здоровья и здоровья ваших близких. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Придерживайтесь методов доказательной медицины, ведь мы заботимся о вашем здоровье. Спасибо за просмотр. Берегите себя.